В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. В честь героя. В 134-й школе вспомнили героя Советского Союза Федора Санчирова. Дождались. 81-я школа распахнула свои двери для учеников и их родителей. В день знаний здесь прошла торжественная линейка и классные часы. Здание было закрыто на ремонт 4 года. По контракту сдать его должны были в декабре этого года. Однако усилиями областных и городских властей этот срок удалось сократить. Звонок на урок для учеников 81-й школы радостен вдвойне. Последние годы учебное заведение было закрыто на ремонт. Мы так долго сучились с начальной школы практически. И, конечно, было не все равно. Очень хотелось вернуться. Мы все-таки ждали, что ее все-таки починят. Мы верили. И, наконец, дождались. Ее открыли. Мы очень безумно счастливы. Взрослые волнуются не меньше детей. Юрия Макарова на школьную линейку привела ностальгии. В эту школу он пришел в первый класс еще в послевоенном 47-м году. Учиться хотели. Не хватало ни тетрадей, ни учебников. У кого-то кто-то где-то достал. Ну, тоже доставали. По-сякому было. И все к нему. Четыре года назад школу закрыли. Здание обветшало и учиться в нем стало небезопасно. Некоторые даже писали и говорили о том, что школа не будет сохранена, а на ее месте может появиться торговый центр. Однако сегодня учебное заведение с богатейшей историей предстало в обновленном виде. Окончательную точку в ремонте мы поставили в этом году благодаря принципиальной позиции нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, который выделал необходимые ресурсы. Школа должна была быть открыта 1 декабря. Я считаю, что для горожан это очень важно, что школа открывается 1 сентября. В торжественном открытии приняли участие глава администрации города Олег Фурсов, сенатор Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель департамента образования Лилия Галузина и министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев. Он отметил хорошую работу городских властей. Те договорились с подрядчиком о круглосуточной работе строителей и контролировали их в ежедневном режиме. В рекордные сроки подготовили школу к учебному году. Сейчас ведутся завершающие работы. Учебному процессу они не помешают. Сегодня на месте школы, которая, подчеркиваю, уже была списана, которые говорили, что невозможно восстановить, было найдено и проектное решение. И сегодня мы видим, что она уже близка к стопроцентной готовности. Первый урок в этом учебном году у 11-ти классников провел глава администрации Олег Фурсов. Разговор зашел о будущем. Большинство ребят уже решили, куда пойдут учиться после школы. Благодаря усилиям губернатора в Самарской области созданы все условия, чтобы выпускники поступали в местные вузы. Как результат, 81% медалистов в этом году остались в Самаре. Олег Фурсов выразил надежду, что и нынешние выпускники последуют их примеру. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Четыре года и колоссальные усилия потребовались для того, чтобы досрочно открыть 81-ю школу. Ветхое здание готовы были списать со счетов, но усилиями общественности, руководства области и города здание удалось сохранить для учеников. В честь открытия школы состоялось большое заседание. Подробности у Марианы Мирной. На большом совещании по многострадальной 81-й школе представители родительского комитета, педагоги, депутаты и представители профильных департаментов строительства и образования. Четыре года все эти люди ждали этого дня открытия школы после капитального ремонта. Новая школа была бы очень маленькая, а реконструкция этой школы не позволяла бы оставить ее в тех границах и земельного участка, и площадей, каких она существует в настоящее время. Поэтому при проведении обследования нами было определено необходимость выполнения работ в виде капитального ремонта этой школы. Основной задачей было сохранить традиции одной из старейших самарских школ. Мало кто верил, что в здании снова зазвучит школьный звонок. Теперь она новая, красивая, модернизированная и сохраняет традиции, прекрасные и блистательные традиции образования 81-й школы. Она имеет совершенно новый, качественный, современный уровень материально-технического обеспечения и состояния здания. Капитальный ремонт школы окончился. Строители обещают завершить оставшиеся работы к следующему празднику в сфере образования – Дню Учителя. Многие задачи возникали уже во время того, когда они вовнутрь вошли. Но со всеми задачами они справились с честью. И вот тоже я думаю, что все-таки Сергей Дмитриевич не учителю надо. И это ожидания и пожелания представителей 81-й школы. Я думаю, что они тоже с этой задачей справятся. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. В этом году 12 тысяч детей впервые сядут за школьные парты. Первоклассники собрались на торжественной общегородской линейке. На праздники побывал и наш корреспондент. Трогательные, немного растерянные и очень счастливые. Для первоклассников в этот день все в новинку. Рассказывают, готовились ко Дню Знаний основательно. Продумали все до мелочей. Бантики выбирала. Вот такие, какие сейчас на мне. А что вы им прошли весело и интересно? Мам, мне было дело. Первый А, первый Б и даже первый М. Сразу все первоклассники города собрались на общегородской линейке. Главные люди нашей в Убернии – это первоклассники. Это дети, которые сегодня пойдут в школу. Поэтому на самом деле вы сегодня и не только сегодня главные люди. Почему? Потому что за вами будущее. А будущее определяет все. Сразу после звонка начались веселые уроки на свежем воздухе. Набережная Самары превратилась в интерактивную площадку, где и первоклассники, и их родители могли поучаствовать в увлекательных и познавательных играх. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Два самарских школьника стали победителями всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». В стране награды удостоены 127 человек. Это молодые люди, совершившие героические поступки и бескорыстно помогающие людям. Организаторы акции уверены – на таких примерах сверстников и должна воспитываться молодежь. Одна из самарских победителей, Екатерина Анненкова, перешла в восьмой класс. Свою награду получила на школьной линейке в честь 1 сентября. С обладательницей «Горячего сердца» встретился наш корреспондент. Отличница, активистка и просто красавица. В свои 14 Катя Анненкова руководит школьным волонтерским отрядом, проводит благотворительные патриотические акции. В списке ее наград – именная премия губернатора грамот от Министерства образования и науки, бесчисленные дипломы с конкурсов и фестивалей. Я горжусь тем, что я могу помочь всем людям, не пройти мимо, когда им нужна помощь, когда они просят о помощи. И горжусь нашим волонтерским отрядом в школе. И вот новая высокая награда – «Горячее сердце». Теперь Катя – гордость всей школы. Это хороший пример для других школьников, когда есть люди, которые занимают активную социально-жизненную позицию, потому что такие люди нужны государству. Государство опирается на активных людей. Торжественная линейка в 74-й школе продолжилась традиционными стихами от первоклашек. Их в этом году больше сотни набралось на шесть классов. Учителя надеются, новоиспеченные школьники продолжат дело своих старших товарищей, таких как Катя. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. Полсотни мальчишек из разных регионов страны пополнили ряды слушателей Самарского кадетского корпуса МВД России. Свои двери для учеников он открыл в прошлом году. С тех пор ни один курсант из сотни не был отчислен. И по сей день они с честью носят имя кадета. О подготовке новобранцев к Дню Знаний расскажет Павел Баймаков. Форма с иголочкой и боевой дух на высоте. Этого дня многие мальчишки ждали все лето. Последние его деньки упорно готовились к торжественной линейке на плацу. Многие, чтобы стать кадетами, приехали в Самару издалека. Мы вообще долго готовились, каждый день. Даже уставали, маршировали. В других школах, когда немножко скучновато было учиться, сейчас я прям с радостью буду. С не меньшим волнением День Знаний ждали и те, кто учится здесь не первый год. Многие уже определились с будущей профессией. В будущем хочу служить в полиции, защищать Родину, служить России, ловить преступников. Растить кадры с молоду, задачу которую ставит перед собой руководство областного главка МВД. По словам Сергея Солодовникова, учеба в кадетском корпусе – хорошая школа жизни для каждого курсанта. Служение же начинается для них сегодня с хорошей учебы, с правильного ношения формы, с культуры, с высокой и глубокой нравственностью, которую сегодня именно это образовательное учреждение будет им сегодня вкладывать в их сознание. Для эффективной учебы нужна крепкая материально-техническая база. В этом году было принято решение о передаче здания Центра профподготовки областного главка кадетскому корпусу. В ближайшем будущем на его территории также построят новое четырёхэтажное здание спального корпуса. Средства из федерального бюджета на эти цели уже сформированы. Позволят нам разместить ещё не менее 150-200 кадетов, но уже в более современных условиях, отвечающих всем сегодняшним требованиям. Пока руководители и офицеры обсуждали планы на будущее, кадеты отправились в классы. Через несколько лет им предстоит нести ответственность за безопасность жителей Самарской области, а может быть и всей страны. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. С исторического события началась праздничная линейка в 13-й Самарской школе. В одной из старейших школ города открыли мемориальную доску основательницы образовательного учреждения, княгини Александры Хованской. Воплотили задумку в жизнь сами школьники и преподаватели. Подробнее у Марины Кравцовой. 13-я – одна из старейших школ в Самаре. История начинается в конце 19-го века, когда княгиня Александра Хованская открыла здесь частную школу, получившую позднее статус 3-й Самарской женской гимназии. Здание на пересечении Николаевской и Заводской. Сейчас это улицы Чапаевская и Венцека. Было построено в 1858 году. Изначально двухэтажный дом предназначался для целей коммерческих. Позже его выкупила княгиня Хованская, чтобы открыть здесь гимназию. Образовательному учреждению площадей требовалось больше, поэтому и надстроили третий этаж. Увековечить память об основательнице гимназии решили ученики современной 13-й школы. Провели конкурс на лучший эскиз мемориальной доски княгини Хованской. Школа выиграла грант департамента образования. Задумку воплотили в жизнь. Новый учебный год. Начинают с события исторического – открытия мемориальной доски у входа в школу. Важна память о людях, которые основали нашу школу. Нам было интересно этим заниматься. Мы участвовали в проектах, выигрывали. В современной школе растят активно граждан. Больше 10 лет здесь действует система школьного самоуправления. У нас приоритеты – это воспитание гражданской, такой активной гражданской жизненной позиции наших учеников. Человек, который может увидеть, что нужно в данный момент в школе, или району, или городу, и что для этого нужно сделать. Вот задача воспитать такого человека. В Самаре реализуются реформы системы местного самоуправления. Появились и уже активно работают общественные советы микрорайонов. Они помогают в построении диалога между властью и жителями. Конкретные задачи на местах решаются оперативнее, воплощаются в жизнь проекты, важные и нужные людям. В сентябре в Самаре определится состав районных советов депутатов, в которые тоже войдут люди с активной жизненной позицией, нацеленные на созидательное развитие города. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Склон на площади Славы обретет новый облик. Проект реконструкции предполагает смотровые площадки, лавочки и фонтаны. Объект поделен на три участка. Верхний будет закончен уже в этом году. Сейчас сделаны ступени, установлены дренажная и ливневая системы. Кроме того, на склоне появятся ограждения и пандусы для маломобильных граждан. Плитка будет, ливневка будет, ливневая система подлиннее. Здесь будут газоны, тоже ливневая система. Сводиться будут они в ливневые колодцы. И брусчатка будет все сделана. Эта часть отделана, выступающая часть гранита будет отделана. В парке Гагарина Самарская городская общественная организация «Парус надежды» устроила праздник, посвященный Дню знаний. Детей развлекали веселые клоуны и аниматоры. В ходе праздника ребятам пели песни, показывали шоу мыльных пузырей и катали на квадроциклах. Каждый ребенок – это личность, это индивидуальность. И, конечно, воспитание и развитие детей, оно должно происходить среди своих сверстников. Глава администрации Самары Олег Фурсов встретился с благочинными Самарской епархии и рассказал духовенству о региональной реформе местного самоуправления, а также выслушал вопросы религиозной группы. Светское и Мирское обсуждали на встрече глава администрации Самары Олег Фурсов и благочинные Самарской епархии во главе с митрополитом Самарским и Сызранским Сергия. Церковное сообщество живет по своим законам и правилам, но изменения, происходящие в городе, касаются всех, уверен глава администрации. Никто не должен остаться в стороне от реформы местного самоуправления. Часть полномочий придать на районный уровень, чтобы сами районы определяли, куда тратить те или иные деньги, которые будут собираться на территории того или иного района, и формировать местную власть, исходя из предпочтения населения. Не сверху навязывать, а формировать изнутри. Взаимодействие между властями и духовенством приносит в Самарской области хорошие результаты. У благочинных накопились вопросы, в решении которых, по их мнению, городские чиновники могут помочь. Рядом с храмом на лицевой части, в поезжей части, это на улице Победы, находятся 8 киосков. 4 киоска из них сегодня не имеют документов, которые позволяют нам там оставаться. С тремя киосками стоит вопрос, возможно ли было бы здесь попросить участников городской администрации, участников администрации района в этой непосредственной ситуации. Киоски крупногабаритные, поэтому там ведет претензионная работа, они незаконные. Но при получении судебного решения мы эти киоски будем демонтировать. Самара освобождается от незаконных киосков, рекламных счетов и баннеров. Это одно из приоритетных направлений новой политики городадминистрации. Так же, как и экономия бюджетных ресурсов и распределение средств на реальные нужды горожан. Конечно, первым шагом моим было на этом посту выделение денег, мы их нашли, эти деньги, приобретение дорожной техники. Мы стремимся к тому, чтобы 100 единиц техники было плюсом куплено в этом году. Стремимся. И это уже сейчас сказывается, вот 52 единицы мы купили, это сейчас уже сказывается на том, что город стал чище, меньше стало пыли. Мы от центральных районов идем в дальние районы, и мы обязательно до них дойдем. Власть близкая к народу, цель, на которую направлена реформа местного самоуправления. Очередной ее шаг – выборы 13 сентября, на которых самарцам предстоит решить, кто будет представлять их интересы в районах. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Взгляд с высоты в конкурсе нашего телеканала «Самара-429». Пользователь «Ага Влад» разместил снимок, явно сделанный с применением летающей техники. Он написал, что любит смотреть на город с высоты, ведь он такой необычный отсюда. А пользователь с ником «Олечка-29» разместила снимок жилого комплекса в студенном «Овраге» и написала, что в таких местах хочется жить и отдыхать. Новые снимки с хэштегом «Самара-429» можно выкладывать вплоть до 10 сентября. Победителей ждут ценные призы от партнера конкурса «Ситилинк Самара». Награждение победителей состоится 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Сейчас новости экономики. Не переключайтесь. В народе говорят, что российский автомобиль не роскошь и не средство передвижения. Это потенциальная недвижимость. И на нее с 1 сентября снова выросли цены. На 3% увеличиваются цены на все версии и модификации «Лада Гранта», «Лада Калина», «Лада Ларгус» и «Лада 4х4». Обновленные цены будут доступны на официальном сайте «Лада» и у дилеров марки. Единственная модель, которую повышение не коснулось, это «Лада Приора». Она остается на прежнем уровне 435 тысяч рублей. Изменения ценовой политики в компании связывают с макроэкономическими факторами, а также конкурентной средой на рынке. Короче, автовазу все мало. Украинская компания «Антонов» требует от Самарского авиакора почти 5,5 миллионов долларов. Заявление уже поступило в суд и будет рассматриваться в арбитражном суде Самарской области. Первое заседание по делу назначено 28 октября. Причина иска не уточняется. В материалах дела лишь сообщается, что речь идет о реализации товара, указанного в договоре, в том числе самолетов типовой конструкции Ан-140, Ан-140-100 и их модификации. В марте 2013 года Антонов уже подавал аналогичный иск к авиакору о взыскании 2,2 миллионов долларов. В итоге дело было прекращено, так как Самарский завод добровольно погасил задолженность перед украинским предприятием. Интересно, насколько велика политическая составляющая в этом деле. Визовые центры в России приостанавливают свою работу. Все потому, что с 14 сентября для туристов вступают в силу новые правила оформления документов для получения шенгенской визы. С этого момента необходимо будет лично посетить визовый центр, чтобы сдать отпечатки всех 10 пальцев, а также сделать цифровую фотографию. В дальнейшем, в течение пяти лет, при новом запросе на визу эти данные могут быть использованы снова, без повторного прохождения процедуры дактилоскопии. Так что закрытие визовых центров связано с запуском новых процессов и не более того. Распространяемая в интернете информация о том, что россиян якобы не пустят в Евросоюз – откровенная ложь. Российский фондовый рынок открылся в минусе. Индекс ММВБ снизился до отметки 1720 пунктов. В аутсайдерах – бумаги и ФК «Открытие», «Полюс золота», группы «Пик», «М-Видео», «Полиметалл» и «Префы Транснефти». Среди лидеров роста – Мечел, Алроса, Дикси, группа ЛСР и Интеррао. К открытию торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Американские и европейские площадки в понедельник закрылись снижением ведущих индексов. На бирже Старого и Нового Света оказывали давление китайский фактор и возможное изменение ставки ФРС США в сентябре. На азиатских площадках сегодня преобладают продажи. Нефтяные котировки в моменте технически корректируются вниз после бурного роста. Курс доллара на 2 сентября – 65 рублей 34 копейки. Курс евро – 73 рубля 84 копейки. Золото стоит 2399 рублей за грамм. Серебро стоит 30 рублей 84 копейки за грамм. Цена нефти марки «Бренд» – 52 доллара 29 центов за баррель. А теперь время спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарчанка Ирина Заблудина – бронзовый призер чемпионата мира под дзюдо. Пляжные крылья Совета в Сочи разыграют медали чемпионата страны. 13 медалей завоевали паралимпийские пловцы на всероссийской спартакиаде. В Чувашии прошел финал паралимпийской летней спартакиады сборной Самарской области по плаванию положила в копилку 13 медалей и заняла третье общекомандное место. Ирина Дронкина завоевала 8 золотых медалей, Оксана Пескун отметилась золотом и бронзой. Анастасия Викулова и Егор Сухарев поднимались на третью ступень пьедестала почета в активе Регины Бегтимировой – серебро. Крылья Советов достойно выступили на домашнем этапе чемпионата страны по пляжному футболу. Одержали три победы в четырех матчах и получили путевку в Сочи на суперфинал. Игры состоятся в середине сентября. Стартует Крылья Советов с третьего места и начнется дерби матчами с московским локомотивом. Победитель выйдет в финал. Проигравший поборется за третье место. Еще одна пара на чемпионский титул – Московская Динамо и Питерский Кристалл. Ирина Заблудина завоевала бронзовую медаль в составе женской сборной России на чемпионате мира по дзюдо. В Астане по традиции турнир завершался командными соревнованиями стенка на стенку. На пути к наградам россиянки уверенно обыграли Австралии к 4-1, одержали блестящую победу над лидерами европейского дзюдо француженками 3-2, но потом уступили сборной Польши 0-5. Поединки за третье место увенчались успехом. Кореянки проиграли 2-3. Бронзовые медали поделили с россиянками немки. Серебро у полячек – чемпионки мира спортсменки из Японии. Их товарищи по команде мужская сборная тоже завоевала золотые медали. Представитель России, в том числе самарец Тагир Хайбулаев, остался на этот раз без наград. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Телеканал Самара ГИС теперь доступен жителям Третьей Просеки, а также микрорайонов Крутые ключи и Шведской Слобода. Настройте Самара ГИС в кабельной сети ЭГС Телеком на частоте 255 и 25 МГц. Или установите автоматическую настройку каналов в базовом и расширенном пакетах. Всего доброго! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!